ну давайте связывайте с ним давайте сегодня увидимся помнишь тогда я тебе говорил то что чувак с тобой хочет встретиться что-то предложить вот он хочет сейчас с тобой видится ну здорово ренат сейчас поведаю историю о вашем любимом ренате я настаиваю появилась тема по списанному оружию по документам проводить новое да ты сейчас так сейчас правильно рассказал кроме одного когда мы приехали на то место до открываем ящики а там при этом бабки нормальные всем привет ребят вы много писали в комментариях насчет рената и бардача где встреча с ними ждали тролик дело в том что это зависело не от нас мы не знали как связаться с ним бардачом как вы помните он сам сказал что сам на нас выйдет когда ему потребуется к чему-то он затянул с этим должен был связаться через неделю но связался в итоге через пару недель а сейчас назначил нам встречу где-то вообще в жопе мира назначил нам короче встречу ну да но мы сейчас ну да мы сейчас подъедем а так вот тогда у мойки материться короче короче ребят я понял где он начал встречу короче там находится гаражи кардиоцентр и только одна мойка такое ну не совсем безлюдное место но может быть над шириной получается одна ближе к проспекту вторая мойка ближе как раз кардиоцентр короче удача суть в том что санек приболел немного поэтому сейчас кириллом подним вдвоем жорика мы решили не брать потому что если взять жорика то это точно конфликт обеспеченная думаю то что мы там вообще крайне между двух огней окажемся да и плюс он сейчас может ренат учениц там на говорит мало ли хрен его знает поэтому мы все-таки лучше вдвоем съездим потому что ну мы по адеквате немного вот и я думаю закончим все без конфликтов подписывайтесь на канал ставьте лайки а мы пока что поедем на место а мы же не должны получается подставить рената если он сам согласился он не знает схемость мы сказали бы ему что за чувак то что там какой-то агрессивный а мы сами не знаем что это за чувак по сути да ну я то сказал что это мой какой-то там наш знакомый знакомого который хочет встречу по делу там предложить она смотреть что будет дальше желаем приятного просмотра а номера 121 как у меня номера чего встречаемся опять в каких хер пойми где да ну что на мойку заезжал здорово чё вы нашли уже три недели почти прошло дела свои были не до этого был выговорил на поле чем мы договаривались просто тогда мы тогда 7 связали сказали примерно через неделю сейчас же три прошло не знаю ну если он в городе что думал он сможет может интересовали сказали то что там по делу то что хотят ему чтоб предложить давайте связывайте с ним давайте сегодня увидимся через час где примерно но сейчас уже здесь же давайте за буртаса против вообще мы лучше не говорить лучше не говорить но ренат точно там ничего вас конфликта не никакого конфликта будет ровно не переживайте ладно давай-да-всё давай добро алло ренат здорово узнал это макс помнишь тогда тебе говорил то что чувак с тобой хочет встретиться что-то предложить к тему вот он хочет сейчас тобой видится что он немного затянул какие-то там свои были проблемы ну желательно да в течение часа мы сейчас можем к себе по-быстрому подъехать заберем тебя давай мы как раз пока подъедем ну в общем то все почему не воспользоваться здорово сейчас дойдем корида буртаса он там будет ждать там с ним увидимся хочу затем вообще как выглядит обычный мужик обычный мужик даже как мужчины не поймешь один раз да да должен быть один ну там же встречишь не стрелка какая-то чисто просто вот обсудить с тобой же сам с тобой не мог связаться случаи бывают разные может пару ребят после случая с той крысы с ним там не было никаких больше конфликтов проблем куда нет нормально все да я не давно вернулся из москвы ты все с концами ты назад потом поедешь да сейчас посмотрим как пойдет зачем вернулся по делам а там что не задалось не задалось да сейчас вирус никого бабок нет не чё погнали здорово ренат здорово лет сколько и зим не жал тебя так скоро увидеть еще года три помимо строго за хорошее поведение да я узнаю хорошо на это у меня знает очень хорошо же чем поедем тогда но сейчас поведаю историю о вашем любимом ренате какой он и как он откуда взялся и чем занимался я думаю это не делаю он же у вас герой тут кумир сейчас я вам расскажу кто он есть на самом деле я настаиваю ребят во время диалога бардача и рената произошел очень между ними очень жесткий конфликт который я не могу просто выложить на ютубе его просто заблокируют иначе тролик или вообще канал нахер мне снесут поэтому этот момент будет у меня телеграм-канале вырез как обычно там ссылка на телеграм-канал будет в описании переходите смотрите там я все выложу вас слушайте как тело-то было служил я в двухтысячную в одной части пенинска ну сами понимаете сколько военные зарабатывали денег не было познакомился я с ренадиком и по его схемам начали мы списаны оружие продавать ну дела на самом деле шли плохо оружие было замызганное списаны тут появилась тема по списанному оружию по документам проводить новое оружие это автоматы автоматы бронежилеты рпг давай стой 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 может он нам нафиг не нужен раз два три 4 5 автомат который настоящий и тому подобное вот но тут деньги полились рекой но хотелось больше да и но это насколько на патриот спасибо это слушай хватило на патриот хватило и еще много иначе хватило ему на гелендваген и хватило начинать я начну чуть не начинает ну и в общем загрузили солдатики очередную машину с товаром машина уехала а через два часа у меня была военная комендатура пропала два слова типа полиция это типа военной полиции да и ребята которые приезжают ставят всех раком и имеют куда хотят а почему она приехала а потому что два слова я тебе говорю пропала бойцов так они же списаны это сам говорит у бойцов пропала не списанное оружие можно сказать с плеча пропала то есть среди всего товара были там оказались востала а кто ее знает как они там оказались вот вам может быть ренатик потом поведай да что ты меня кинул да как нет а если нет тогда где ты был все девять лет и весочки о себе никакой не дал а ты думаешь тебе это лярва скидывала дачки на зону да ни хрена подобного это был я да ты все так сейчас правильно рассказал кроме одного когда мы приехали на то место да открываем ящики а там хуй нормально а и не только два автомата будет где остальное вес как раз и не хочешь это не ты но задачки конечно спасибо но сути дела это нихрена не меняет я сейчас хочу свою долю болью я тебе говорю там не было ничего да или вылет в автомат в автомат тебе дали 12 лет а я потом пол я полгода потом скрывался блять в лесу ёжиков сука жрал ебать чтобы подождать пока у тебя закончится это ты полгода ёжиков жирала я 9 лет болванду я все сказал долю и сказки я давно не верю я сам видел как машину загрузили она ушла может пути кто перехватил подставу решил сделать да хорош то есть я правильно понимаю у вас был товар тебя ты считаешь послание ты считаешь что это сделал ренат ренаджо говорит что товара вообще в итоге никакого не было а ты не рассматривай я не защищаю сейчас рената а ты не рассматриваешь что то вариант что реально перехватили кто к тебе пришел этот комендатуру или как она там военная полиция может быть они себе их и за на они пришли за другими словами они вообще не знали они даже не подняли эти дела от 12 лет я получил за растрату госимуществом до автомата калашников который он якобы потом и нашел только ни хрена там было их не два а мы еще к нему еще был в теме вашем лапшу на лучше вешать два но еще кто-нибудь был в теме всего этого вашего не было никого больше в теме вдвоем мы были больше никто не знал ну и солдатики которые ничего не решали ящики грузили чё куда зачем когда они могли коммунте слить и не могли они ничего не кому слить для мутных херня то есть даже не поймешь я все сказал в общем где искать меня я думаю вы сообразите меня а чё я сейчас долю я хочу зачем ты меня ты вон обращайся к рената и я точно не при чем а доли сколько там должна быть доли вообще а у него калькулятор есть я думаю он сообразить и посчитает ебанусь реально честно скажу товар пропал тогда да то есть я его не видел товары чем было два автомата все после того как его забрали я блять полгода в лесу жил ебать у меня осталось только эти два автомата мне все отобрали во время да 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 просто хер на него забей да и все нахуй его короче не пошлешь почему почему это надо не такой человек который нужно ходить посылать да не то что связи он военный офицер майор ветров в свое время у него погибла жена он подписал контракт в чечне вот там провоевал какое-то время оттуда попал в госпиталь с ранениями с тяжелыми у него и так фляга до этого свистела и потом еще уже потекла начал бухать по страшному вот я тогда короче смотрящим тут за баром был он часто приходил туда так и познакомились я предложил тему такую подзаработать то есть у него была просто возможность то есть это возможность продать то есть такой это типа очень круто подготовленный чувак которому нечего терять вообще по факту деньги сейчас искать или чё нет да ты чё какие деньги там сумму теперь космос я сейчас само собой это же поэтому и спросил типа как этом суммы здесь лет очень много поменялось то есть 10 лет назад там 500 тысяч сейчас из этих 500 встреч групп уже не 500 ляма 3 ну грубо говоря ну да ты представляешь сколько там было ящиков один ящик я один ящик или ать сколько и много ящиков было узелок ебанулся сейчас не в таком вот как 90 тысячных воровали как раз бабки рубили ну аж в голове короче нет он сейчас по нынешним курсу что тебе сказал а по нынешним не ну все равно это хера это очень много а как или детях то есть если реально ты говоришь что кто-то спиздил груз и сейчас не найти 9 лет прошло лишь может сдохли вообще тех куда домой от не давая это до океан долетим это наверно спрыгнул а что там магазин не работает для меня не магазин гуля горы пацаны смотрите ну заставляйте я не вправе вас но если хотите помочь точнее под заработать есть такая возможность бля там бабки нормальные будут я обещаю ящики бонар густил гелик ты купил гелик до гели какого года конечно кратчат и думаешь найти тех чуваков реально думаю посмотрите в другом городе но все все проще будет найти не того чувака который всем этим занимался как раз таки вот этих водил водил уже кому-то отгрузились эти очки раз от бородач говорит что он сам лично контролирую что загружали тачку но это надо чтобы были знакомые какие-то в этой части чтобы скажем так либо за денежку либо просто по старым долгам расходы я плачу ты говоришь то что неплохие деньги можем заработать а в какой сумме вообще речь семизначные цифры откуда эти деньги сейчас они уже сто лет наверное потраченные блины мы просто вляпаемся мне кажется на хераси то чувак наверно поднялся неплохо конечно а чё кстати мешает вот просто от него свались москуты и все он слишком много знает общие знакомые то есть у страны найдет он найдет да я говорю ему нечего терять это такой человек который все проебал в жизни сейчас вышел что ему чем ему заняться будет заниматься только этим ну и что ты говорил что сейчас просто поговорят говорили ну я-то откуда узнал я откуда узнал что так произойдет то есть такая ситуация вообще непредсказуемая но это как вообще башка сколько лет уже прошло до фигища лет прошло и обидно что даже не выложить это вообще какой-то в телегу выложить может ну попробуй ну все равно я на youtube не стал такой бородач для бородачи заливай на и бородач знает про видос как бы он против не было еще всего вот этого что я может не strike пролистеть мне кажется даже канал то и забочусь могут за такое поэтому лучше короче ребят произошел просто между ренатом и бородачом а в ходе их диалога я выложу это в телеграм канале я не буду рисковать в классе на ю тубе потому что но это реально просто жесть ссылка на телегу что в описании переходите подписывайтесь там будет от фрагмент внутри его бородача должна быть инфа по части там кто где там за 10 лет там все поменялось но найти-то можно людей фамилии но можно попробовать если связи кинти остались тут типа суть в чем то что реально а ренат тут ни при чем или нет ну вот я тоже сомневаюсь в то что то ящики с оружием откуда они а помнишь мы когда оружие передавали чуваки разгрузили ящик нам выбросили назад сказали ящиком нахер можно в гараже он валяется у тебя ящик нам нахер не нужен забирайте сами ну может бардачом свяжемся покажем от ящика за сему но узнаете над ящик или нет просто конечно оказывается до другим просто если устраивается ящик то он же номерованный но он номерованный так что можно привести показать у меня в гараже там лежит ребят такое дело то что как вы помните это же ставлю моменты с этим ящиком мы как-то передавали оружие как раз таки это было оружие рената мы тогда вот ненамеренно вписались эту тему в ней же сами облажались вот ящик остался у нас потому что как вы помните чуваки не стали ящик избирать они просто на вас кинули и сейчас нам это очень сильно пригодится возможность играть на руку ящик лежит сейчас у кирилла в гараже я предлагаю встретиться с этим бардачом отдельно созвониться с ним ренату об этом ничего не говорить доехать с ним до гаража и пусть он посмотрит этот ящик тот от ящик или нет если это тот ящик то тогда понятно откуда многие растут если нет то тогда уже будем дальше думать кто это мог сделать и я думаю военную этого в любом месте тебя есть то что когда он убедиться что рина тут ни при чем он начнет уже копать на в другую сторону и мы может как-то посодействуем то есть ренату как раз таки короче если вам видос понравился подписывайтесь на канал ставьте лайки нас не брали 50 тысяч лайков я пускаю следующую часть потому что я думаю уже завтра мы поедем как раз таки с этим бородачом на этом все до новых встреч пока